Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемый Казахстан, уважаемый Волшинный. Я не могу, я просто расскажу, как у нас в 20-х уровня, по посередине, как это будет распределиться. Начинается с 19-го года в Министерстве финансово-бисторской академии. 15-го помощь посередине, в Талеве, планируется по двум составляющим. Это за счет 100-200, за счет 100-ти. В 2014 году финансово-бисторской академии было в одном уровне, на сумме 67 миллионов рублей. Начинается с 2014 года финансово-бисторской академии, в Талеве, в Талеве, в Талеве, в Талеве. Сумпект 25,2 миллиона рублей. Поселение потеряет 22,5 миллионов рублей, это 47% татально в районе бюджетной черности. И так с 14-го по 18-й год представляли сколько субвенций? На 32 миллиона рублей меньше каждый год. 200 для последних заставлял 15-го года 34,9 миллиона, 16-го, 17-го и в проекте на 18-й год это 34,8 миллиона рублей. Это получается в этом на 18-й год распределили 4 миллиона рублей с 51 тысячи для нашего среди. Это на 6 месяцев заработанных плат. Все это привело к тому, что заработанные базы учетов по среде не позволяют в том объеме запланировать даже специально отзначенные среди расходов. Это за оплату и не позволяют в том объеме запланировать коммунальные услуги. В связи с этим растет предъявленная задолженность, включая в нее бюджетные фонды, в соответствии на расход обращения в суды, блокируются счета. Параги предъявленные просеяния промерутся на 6 месяцев. И без счета предъявленной задолженности, которые в фамилии не стали опознания, и не только властей, но и в республике, это большие задолженности предъявленные. На сегодняшний день в счетам управления поселения Арскеевского района заплатировано на очередную сумму 28,8 миллионов рублей. В этом обращении в связи с нерасчаток, что в стоп-сеток заработок нет возможности поселения расплатиться за долги по углю, по электроэнергии. Большинство пунктов предъявленных поселений просто отключены, без сверху, без срубля, отчатки, думаю, можно уступить. В связи с несовременной оплатой налогов, спуск и товаров, местные бюджеты несут нагрузки на оплату штрафа, пене и господи, и не только поселения, но и по субсидентам. Стало лучше сложно нажать поставщиков в спуск и товаров на собальный спуск, так как своевременно не можно оплатить. И даже с первой интегрой не лежат в длительное время, в ситуацию, в учреждении без оплаты. Предприятия просто не хотят с вами работать. И просто отказываются. Вперед оплатить предоплату, потом мы будем доставать в уголь, естественно, или какие-то районы. В 17-м году отменены в годы по имущественным налогам для бюджетной сферы, налогов на имущество, организации, так же налогов на землю и транспортный налог. Сумма виситения и прописания налогов на 17-й год составляет 12-2 миллиона рублей. То есть, опять получаемые сходные обязательства, не подкрепленные источники мутохода. Начиная с 50-го года, по настоящее время, минимальная зарплата была с 4300-330 рублей до 7800 рублей. То есть, на возле 10%. А специалисты поселения забыли, что такое поручение заработной платы или его инвестиция. Уровень заработной платы, соответственно, находится на уровне величины прожиточного минимума в Республике Акасия. Это 10 тысяч рублей. В поселения, вредительное время не выплачивается заработная плата. Главное условие образования на фоне недостаточности собственных доходов, блокировки дистанции счетов и состоятельно-собъяснительные решения вопросы по обеспечению со временем выплаты заработной платы. Любитыми бюджетных взятий в своих учреждениях. Сладкая ситуация, неубъективная, что в муниципальном суде уходит в карты. На сегодняшний день глава поселения Астасийского района имеет требования прокуратуры. А в своевременном выкладе заработной платы. Орегистрация прав собственности на объекты муниципальных собственности. А также на земельные участки по планам и объектам. А где муниципалитетам взять деньги на эти цели? Предлагаю оказать муниципальную процентную финансовую помощь в оплате имущественных налогов на 2017 год. Либо вернуть льготы по имущественному налоговому учреждению. Финансируемые и без полученных. Начиная с начисления 2017 года. Второе. При доведении наркотиков по фронту оплаты от города, орган запрессованного сооружения на 2018 год, предусмотреть в бюджете рост заработной платы, но примерно 25%. В дальнейшем предусматривать единицы акций на уровне инфляции. Третье. В республиках бюджета на 2018 год предусмотреть объем нотации для муниципальных образований в селении. В необходимом количестве для обеспечения социально значимых, переобещения от них, расходов, это заработная плата, налог на доходы в СИС-кризис, трофеи, сносы, вовремя южетные фонды, коммунальные услуги, электринергию, 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 вообще, но просто мы в городе вообще послушаем. Как же услуги связи? Связь отключают, мы не можем даже перенадить. Все сейчас электронное вето. Социальные выкладки, ГСМ. Про ГСМ, ладно, тяжелый, тяжелый, как бы не было, но опять же вы, с углем же делали. Все предмятия оказались на мерах. Только передопады. Прошу, что в районе есть везде на фонду. При составке на день и на два обращаемся к главе района, посещу везде на фонду от 1 до 10 тонн где-то выкручиваемся. Но отапливаемся, но это тяжело, конечно. Прошу, что я предложил участие в резервуции, в ручьих слушаний. Спасибо. Спасибо.